Доброе утро всем, кто у нас сейчас на фейсбуке. Еще раз доброе утро всем. Я решил делать такие коротенькие видео, которые будут как бы путевыми заметками для того, чтобы потом можно было из них смонтировать видео в дальнейшем. Это будут такие записки, чтобы записать все это от руки, я буду наговаривать и потом это уже будет материалом для дальнейшей работы над отчетом. Итак, вчера сборная Израиля вылетела из аэропорта Бенгурион. Вылет загрязался на один час, как объяснили нам представители авиакомпании, из-за того, что кто-то из пассажиров где-то застрял в duty free и его ждали, и пока его ждали, пропустили так называемое окно вылета, которое должно было быть 12-55. И так, автомашки каждому самолету дается окошко там не за сколько минут, но как бы он не очень большое это окно. Все пропустил, ты должен теперь стоять и ждать. Короче, вылетели с опозданием на час, мы, соответственно, прилетели с опозданием. Вылет был совершенно нормальный, не было никаких эксцессов, все прошло замечательно, с багажом, с всеми остальными делами, с проверками. Правда, ребята, братья Лисыны говорят, что их чемоданы вскрывали, но это похоже, потому что там у них было очень много карпового оборудования, оно вызвало подозрение о службе безопасности. Ну, в итоге я так ума ничего не пропал, все нормально. Вот. Также все прошло замечательно с получением машин. Буквально там в течение 10 минут оформили документы, получили два минивена, один Ford, один Toyota. Единственная была проблема в том, что и в Ford, и в Toyota невозможно было сложить сиденья, и поэтому было несколько проблематично запихиваться с тубусами всем остальным, но в итоге все тряслось. Я убедился, что думаю, на обратном пути там будет еще большая проблема, потому что, потому что тут еще огромная часть вещей хранится в гараже, в месте, где мы сейчас находимся, в нашем доме, и, соответственно, их тоже придется как-то с собой забирать. В общем, будем как-то проблем решать. А, да, еще в принципе, «Гладкий 2-1» прилетает чуть позже, он тоже берет машину в прокат Station. Ну, я думаю, что как-то у «Контра» купимся. Вот. Значит, сейчас я просто хочу быстренько покажать место, где расположилась сборная. Это дом. Он находится на расстоянии, по-моему, 13 минут еды на машине до водоема, то есть совсем рядом. Город Капошлар, он маленький город, все недалеко. Вчера, когда мы прилетели, мы успели заскочить в гипермаркет, купить продуктов и, соответственно, вечером смогли нормально перекусить, заодно отметить день рождения Антона Хохлова. Я его поздравляю. У нас этот выезд, он как бы уникален тем, что у нас тренинника. Вот Антон, потом у нас ходит Олег Врямов, тренер наш, и Миша Улевский. То есть мы будем праздновать перед дня рождения на протяжении этого ЧМ. Вот. Ну и сейчас я вам покажу наш домик, где мы живем, и как здесь все... Сразу же все налажено. Так, где у нас? В этой семье... Ага, нашел. Ой, вот, домина. Там есть камин в доме. Ну, я понимаю, что видео идет с задержкой, поэтому придется подождать, пока кто-то отреагирует на мой вопрос о звуке. Окей, спасибо, Ромен. Ну, эта проблема в том, что у меня был мой стандартный блютуз, а иногда у него он глючит. Вот, это как бы передний двор, так называемый, наш дом. Спасибо, спасибо, понял, звук есть, да. Вот. Там вот выходцы, там улица. Дом такой, я вам скажу, не маленький. Это вот гараж, который нам предоставили хозяева этого дома для хранения нашего имущества вот с августа, когда наши ребята были здесь на тренировке. Ну, и теперь пойдем заглянем внутрь, как говорится. Вот. Ой, вчера, кстати, была веселая история. Ребята из вот этого номера зачем-то вытащили ключ из дверей, который был снаружи, и захлопнули эту дверь из... Ну, как бы просто захлопнули. А как вы видите здесь, открыть ее сосуда невозможно. Она защелкивается. Была проведена операция, грубо, что делать, да. Короче, с помощью длинной палки, которую нашли в гараже и куска веревки, сделав петлю, смогли через открытое окно, но, слава богу, было приоткрыто, засунуть палку и дернуть за ручку, короче, и открыть эту дверь. Было бы весело, потому что хозяин дома, он сейчас в отпуске, и было бы очень сложно найти того, кто бы привез нам ключик. Вот, это один из апартаментов, как бы, где он здесь? Вот. Это, как бы, дом состоит из нескольких квартир. Вот, и, как бы, каждая квартира, это номер посчитается. Вот номер, вот салон, там кухня, как вы видите, туалет, ванна и две спальни. Как бы, в каждой спальне, там, вот, два, до трех человек, то есть, в очень груборном условии. Соответственно, кухня полностью оборудована, все есть. Вот, на выключен из них свет. Эта комната, в итоге, будет использоваться, как наша общая кухня спаловая, где мы будем с этими за таким собраться вместе. Вот, дальше у нас есть второй этаж. Есть такое, типа лупень, куча стаканов, куда я добавлю сейчас свой. Вот, здесь у нас еще один номер, где-то они выйдут, возможно, там кто-то спит сейчас, потому что не все поехали на озеро, не всем это нужно. Это тоже такая комната, в которой полностью всего есть кухня и спальня и так далее. Это вот, как бы, мои апартаменты, точнее, мои и Олега, в нашей маленькой кухне. Такой вот у нас талончик, мое рабочее место, где я пишу отчеты и обрабатываю фотографии. Ну, это, как бы, чистая квартира, понимаете, да? Это спальня вождя воз меня. Вот, это спальня, где сейчас отдыхает, точнее, он не отдыхает, но ночью отдыхал Олег Грябов. И там будет также потом в 1-2-3, в этой же форме. Ну, не, как говорится, как же без мест. Вот такая у нас джакузя. В дальнейших планах на сегодня поездка в магазин нашего венгерского друга Андреаша, который... Ну, все, можно здесь перевести на себя. Андреаш, он сын владельца магазина. Название города я не помню, потому что, понимаете, венгерты эти названия, это очень сложно. Короче, он нам помогает с заказами всех приформок, наживок, снаряжения, оборудования. Вот, и мы поедем к нему, заберем у него все, что у него там лежит, нашего заказанного. Там Дрямов рассказывает, захлебывая сиюной, какой там есть рядом небольшой базарчик, где можно купить какие-то просто изобразимые сиски, которые просто обалденно вкусные. Вот, и все уже ходят и облизываются. Хотя изначально не предполагал, что все готовят, но похоже, что строят все. И дальше уже начнется стандартная работа по подготовке снастей. Это уже как бы, понимаете, да, это надо подготовиться. Хотя вроде как времени много, потому что сегодня только суббота, а соревнования в среду. Но сани нужно готовить летом. Поэтому ребят будет чем заняться. Опять же нужно поедать и по там хозяйственным магазинам купить, всякого чего нужно, ребятам, может кому-то бедра нужны, еще что-то. Ну, в общем-то, и дальше там будет у нас еще будет о чем поговорить. У нас еще в дальнейшем нам надо будет забирать арендованное оборудование. Мы договорились, спасибо местной федерации, которая вывела нас на магазин, который, кстати, находится рядом с нашим домом, 500 метров от нас. Этот магазин в итоге, ну, за деньги, естественно, подает нам то, что нужно ребятам. То есть палатки, кровати, стулья, карповые маты. Вот, и нам надо будет это забрать. Скорее всего, как я так понял, что забирать это будем во вторник вечера. и сразу уже паковать машины. Именно в том порядке, как они будут идти ребятам. Чтобы уже не заниматься. Просто перетягиваешь места на месте. Перевозить сюда, вынимать, запаковывать. Нет, сразу там и властаро. И уже как бы в среду, когда будет желебилка окончательно, это все поедет в секторах. Ну, в принципе, все. Сейчас у нас больше информации никакой нет. Как я сказал, ребята сейчас на ДСЭДе смотрят на водоем, ходят под дождем. Хотя вроде как дождь чуть-чуть прекратился, но по прогнозу он будет еще идти чуть ли не вплоть до вторника. Ну, такой вот мелкий муросящий, с перерывами. Температура, как для меня, просто обалденная. Сейчас градусный показывал 14. Ну, не знаю. Я ощущаю, как, ну, с 20 чем. Ночью я пооткрывал все окна. Потому что... Хотя здесь печки не работают, но все равно очень жарко. Ну, как для меня. Я не привык спать, жарить. Ну, не люблю. Тяжело. Вот. Так что следите за проявлениями эфиров. Я не могу давать время и заранее прогнозировать, когда я смогу выйти. Потому что все спонтанно применяется на ходу. Я не знаю, что он вводит четко, чтобы сказать, что вот я в это время точно смогу. Может быть, вечерние какие-то сводки, эфиры. Ну, это уже, когда соревнования начнутся, скорее всего. Где-нибудь, там, по району, не знаю, 10-11 часов по местному времени у вас там будет, как бы, 12 ночи. Я, может быть, смогу запланировать и делать какие-то сводки. Вот. Так что всем спасибо за то, что вы смотрите. Следите. Я не буду заранее опубликовывать, что вот там какое-то время будет. Как я сказал, это невозможно сейчас. Просто буду выходить. Кто будет рядом зайдет, посмотрит. Кто не будет, потом смог посмотреть записи. Никуда что не девается. Так что вот как-то вот так. Пойду я сделаю себе чашечку кофе, еще одну. Ну, вот. Ну, вообще, я скажу честно, очень уютный дом. Реально очень уютный дом. И, как бы, с одной стороны ты вроде платишь деньги и, ну, ты получаешь то, что ты заплатил, да. Но, с другой стороны, все равно очень важно, когда отношение того же хозяина этого, там, гостиницы или чего-то, ну, тоже очень важно. Хозяин реально мой классный, во всем помогал и советом, и даже там, когда у нас были вопросы просто по городу, там, что где можно купить кто-то. Он нам всегда писал, что ребята вот там и там. Любая помощь, короче, пожалуйста, обращайтесь. По крайней мере, вот до нынешней минуты все, с кем мы сталкивались, реально с кем приходилось общаться, ну, не знаю, очень хорошие ребята. Венгерские ребята, девушки, женщины. Все очень доброжелательно к нам относятся и все стараются чем-то помочь. Советом, делом, ну, понимаете, перевод – это очень важная штука. Потому что венгерский язык, многие знают, это один из самых невероятно сложных языков. И общаться с местным населением очень тяжело, потому что английский они в школах не учат. Ну, то есть, конечно, они его учат, как везде, но, конечно, кто-то узнает английский – это большой вопрос. Ну, кроме, вот именно тех, с кем нам надо общаться, слава Богу, они не знают, что английский язык. Вот, так что, такие вот дела. Заходите на Facebook, там я же буду выставлять и фотографии, когда они будут появляться. И какие-то небольшие тексты я буду сообщения писать. Пока, как вы понимаете, писать особо не о чем. Никаких событий, ни плохих, ни хороших не произошло. Дальше следите. И всем большое спасибо. Обнимаю всех. И до следующей встречи.